МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О причинах болей в пояснице и об упражнениях для их профилактики мы поговорим с нашим гостем, кандидатом медицинских наук, врачом-реабилитологом Александром Шишонином. Александр, доброе утро. Доброе утро, Ром, доброе утро, Саша. Интересно узнать, какие причины вообще приводят к болям в пояснице. Надо понимать, что в основном это хронические боли. Они возникают на фоне неправильного положения поясничного отдела. А оно само по себе, это неправильное положение поясничного отдела, возникает из-за того, что таз, на котором стоит поясница, он находится в неправильном положении. А таз в неправильном положении, как ни странно, из-за мышц ног. Как же всё связано, а? Вообще, да. Ну, давайте тогда сделаем упражнение, раз, в принципе, с этой проблемой сталкивается каждый второй, а, может быть, и каждый первый. Прежде чем приступать к растяжке вот этих самых мышц, нам необходимо, ну, чтобы таз был правильным, нам необходимо её немножко размять, поясницу. Здесь есть одна хитрость. Дело в том, что мышцы брюшного пресса являются антагонистами мышц поясницы. И когда мы хотим размять поясницу, её проработать, нам надо начать с упражнений на брюшной пресс, потому что, когда мы их делаем, рефлекторно поясница расслабляется у нас. Поэтому сейчас ложимся. Так. Вместе с вами тоже лягу. Лайфхак такой, слушайте, как расслабить поясницу. Сделаю упражнение на пресс. Да. Значит, упражнение на пресс делать надо лёгкие, но много. То есть раз 50 за раз. 50? Да, смотрите, 50 не будем делать, да. Давайте покажем принцип. Руки делаем вот так. Кладём на плечи, голову фиксируем на руки, чтобы шея не напрягалась у нас, да, перед, ну, во время выполнения упражнений. И на выдохе поднимаем только лопатки. Голову не кладём на пол. Мышцы пресса сокращаются. Вот. Если вы сделаете раз 50 это упражнение, то поясница, даже если она болит, рефлекторно она расслабится. Класс. Не знал, буду знать. Следующее упражнение, не меняя положение, руки кладём вдоль тела, ноги поближе к ягодицам. Всё, поднимаем таз. Теперь уже работает непосредственно поясница и ягодичные мышцы. Это на укрепление или на расслабление? Это уже мы за счёт пресса расслабили, теперь мы её прорабатываем, да? То есть это основной принцип правильной работы. Расслабил, сократил. Главное, что мы фиксируемся ненадолго в верхней точке, где-то на полсекунды. Поясницу не кладём на пол, да. А, я думал, кладём. До касания доводим, да? Просто доводим до касания и поднимаем наверх. То есть она у нас всё время в лёгком таком напряжении получается. Да, фиксируем и не кладём. Так, сделали эти упражнения, что ещё? Так, следующее упражнение. Не меняя положение, выпрямляем ноги. Угу. Вот, и натянув, например, правую ногу, носочек на себя немножко, поднимаем до того момента, пока у вас не начало тянуть под коленом. А-а-а. И немножко подержите в этом положении, буквально одну секунду. Тяжело. Ногу кладёте, теперь поднимайте следующую ногу, точно то же самое. Растягиваем. Ну, тут должна быть растянута задняя поверхность бедра. Да, да. Таким образом снимем нагрузку с поясницы, да? Следующее упражнение? Следующее упражнение, уже я встаю, вставать надо через бок. Почему? Ну, чтобы не нагружать поясницу. Ага. И подхожу к вам. А вы садитесь. Для чего мы взяли эти ремни? Наказывать нас будете? Не, наказывать. За неправильные упражнения? Наказывать будем, но упражнениями. Ага. Садимся, вот правильно Саша села в положение. Ага. Рома также садится. Мы, имея нерастянутую поверхность бедра заднюю, мы не сможем дотянуться до прямой ноги руками. Ну да. Вот, поэтому нам нужно, ну, что сделать? Применить ремень. Носку собутаем, да? Да. А, такая своего рода помощь, да? Помощь, да. Нога согнута. Теперь держа крепко ремень. И на выдохе ты как будто толкаешь, как будто бьешь пяткой вперед. И полностью разгибаешь ногу. Ой, как здорово. И тебя растягивает. Да. Вот. А это долго не держи. Одну-две секунды. И не расслабляй руки. Опять согнул ногу. Вдохнул, выдохнул, разогнул. Вот. И вот так вот, качками. Вот. Правильно, абсолютно. И так можно делать где-то от 20 до 30 раз на каждую ногу. Вот это упражнение спасает даже от самых острых болей в пояснице. Главное найти мужчину с ремнем. Мужчина нужен для другого, для следующего упражнения. Так. Какого? Теперь поворачиваемся. Давай начнем с Саши. Саша поворачивается на живот. Я же говорил, что нам нужно растянуть еще и переднюю поверхность бедра. Это упражнение вы должны делать с помощью члена семьи. Ага. То есть вы здесь не делаете, здесь работает другой человек. Ром, ты подходишь здесь. Угу. Одну руку кладешь ей на поясницу. Ой, давно мечтал это сделать, Саша. Так. Второй рукой берешь, ногу сгибаешь. Так. И говоришь ей, чтобы она выдыхала. Выдыхай, Саша. Выдыхаю. И потихонечку, потихонечку растягиваешь ей переднюю поверхность бедра. Как ощущения? Да приятные, в принципе. А все, она достала пяткой до попы. Должна утопиться полностью. Пятка в норме. Утопиться. Ну, идет растяжение передней, да. Передней поверхности бедра. А зачем мы руку на пояснице держим? Для того, чтобы немножечко помочь тазу. На каждую ногу нужно делать. Для того, чтобы постепенно, постепенно была растянута поверхность бедра. Ну, у меня она растянута, слава богу. У тебя растянута, слава богу. Поэтому у тебя поясница особо не болит. Александр, спасибо вам за такие ценные упражнения. Будем делать, держать свою поясницу в порядке. Мне вообще все упражнения понравились. Я заметил, да. Особенно на животе лежать, да. Да, и ничего не делать. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, ребят. До свидания. Ну что, отличный комплекс упражнений. Можно делать всей семьей. А сейчас узнаем о том, чем могут поделиться только бабушки. Или эксперты в области русского языка. Заглянем в нашу шпаргалку.